Это детская реанимация областного перинатального центра. Она рассчитана на 6 койко-мест. При необходимости их количество медики увеличивают до 10. Сюда попадают малыши с различными патологиями, в том числе экстремально недоношенные дети. Такие новорожденные весят меньше килограмма. С периода открытия в отделении детской реанимации пролечено 2270 новорожденных, которые имели недоношенность. С экстремально низкой массой тела было пролечено 290 детей. В нашем перинатальном центре трое новорожденных, которые родились около 500 грамм, они у нас выжили. Это две девочки и один мальчик. На данный момент 2,5 и 3 года. И очень много у нас детей, которые больше уже весом. Наши сотрудники, они обеспечивают им дыхательную поддержку, подключают к аппаратам ИВЛ. Они помещают их сразу после рождения в инкубаторы, где создается определенная влажность, температура. Это корректируется каждый день. По статистике, ежегодно во всем мире рождается около 15 миллионов недоношенных детей. И только одна треть доживает до трех лет. Таким детям продолжительное время нужно находиться под пристальным наблюдением медиков, причем как до выписки, так и после нее. С начала 2022 года в областном перинатальном центре родилось 56 новорожденных детей весом до полутора килограммов. Время беременности женский организм работает за двоих. Нередко она осложняется за счет обострения хронических заболеваний или инфекций, которые не были заранее пролечены. Если молодая семья планирует ребенка, то это обязательно пройти обследование, предгравидарную подготовку и на здоровом фоне зачать здорового ребенка. То есть, если здоровые родители, рождение здорового ребенка повышается во много раз. А если, извините меня, мама не обследована или какие-то у нее хронические заболевания или вообще противопоказания к беременности, то выходить таких детей очень бывает сложно. После реанимации недоношенные дети попадают в отделение патологии. Впрочем, оказаться здесь могут и малыши с другими диагнозами. 10 ноября 27-летняя Виктория Шенгирей родила третьего ребенка. Малышку ростом 55 сантиметров, весом почти 4 килограмма она назвала Виталиной. К беременности Виктория готовилась основательно. Поступили уже сюда со схватками, получается, в отделение. Роды прошли быстро, легко. Ребеночек охватался зеленых водов. Поэтому спустя какое-то время у нас появилась желтушка. Вот мы попали сюда, в патологическое отделение. Нам назначили свое какое-то лечение. Персонал очень добрый и объясняет все подробно. Процесс выздоровления малышей проходит быстрее, когда их мамы на это настроены и стараются мыслить позитивно. В этом уверены врачи. 17 ноября в честь Международного дня недоношенных детей в центре проведут мероприятие для мам и пап.